всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня у нас 23 июня виноград уже почти весь отцвел уже начали завязываться ягоды сейчас даже покажу что у нас по завязи не все конечно потому что все это будет долго покажу частично тем не менее время 2 обработки вчера мы уже подкормили ну как подкармливать я уже не рассказывал потому что все то же самое только сроки помним первое подкормку мы делали перед цветением вторую вот когда у нас уже все отсвело то есть помню что во время цветения мы растений не беспокоим теперь время 2 обработки нам надо дать растению иммунитет сейчас немножечко покажу что у нас по завязям потом еще расскажу по препаратам кишмиш запорожский вот так он по завязывал ягодки ну конечно еще пока что делать какие-то выводы рано и на некоторых виноградах вам может казаться что растение плохо опылилось а потом он может довольно таки неплохо ягодки налить вот смотрите зинга не такие ягодки вы у нее наливаются хорошие красивые русский ранний у него такая будет длинная рыхлая гвоздь он нальет будет очень красиво покажем сезон вот теперь смотрите что у нас теплички творится это ходжимурат третий год куст смотрите если учесть что у него ягоды почти как мой большой палец в прошлом году он таки я показал может конечно сейчас за счет большой грозди будут чуть-чуть поменьше но посмотрите грозди они уже не просто эффектно а очень эффектно кстати да мы держим его в теплице но я вам скажу что большинство интернет магазинов продает эти сорта те что у нас в теплице как средне ранее и в принципе они вполне себя могут комфортно чувствовать на улице единственное условие это просто южная стенка и все и они у вас и на улице могут давать такой результат но в принципе даже теплицы если она у вас есть то чем садить то что вы в сезон можете купить спокойно можно посадить виноградик а если чуть-чуть более правильно распределить ресурсы то можно иметь и помидорки в тепличке виноградик потому что вот смотрите у нас вот здесь виноград а по центру пожалуйста огурцы помидорки сейчас развернусь другую сторону огурцы помидорки дыньки зеленушка то есть при желании все можно совместить но теперь вернемся собственно к самим обработкам помним что у нас в условиях беларуси два таких основных вредителей две основных болезни грибковых это мили и ойдем поэтому нам надо обрабатывать от них но смотрите я не говорила об этом в прошлом видео скажу сейчас все защитные препараты не делятся на два типа контактные системные контактные это те которые мы распрыскиваем по листику и они защищают ну грубо говоря до первого дождика то есть некоторое время они находятся на поверхности их плюс то что можно ими обрабатывать незадолго до снятия урожая то есть они не такие скажем так вредные они никуда не проникают тот же есть такой препарат те виджет препарат серый буквально там через пару дней уже можно снимать урожай то есть если что-то пропустили если произошла вспышка такое бывает погодные условия нас нестабильные может стоять стоять жара потом полить теплые дожди опять жира ну и привет грибочки поэтому в таких случаях хороши контактные препараты когда можно растение спасти есть препараты системные это те которые проникают внутрь в растение и дают ему иммунитет так вот сейчас у нас все отцвело и сейчас есть смысл обработать именно системными препаратами дать защиту какие препараты выбирать ну то что вы сможете купить потому что у нас тоже я бы сказала что не очень большой выбор я не тех самых препаратов наших магазинах поэтому просто надо смотреть по инструкциям на сегодняшний день я возьму ордан я возьму опять тот же топаз которым я обрабатывала прошлый раз хотя было бы хорошо препараты менять но я думаю что топаз и так довольно такой сильный препарат поэтому оставим топаз плюс я возьму ордан вы уже смотрите то что вы сможете найти в магазинах просто ну почитайте на упаковках больших торговых центрах на заправках кстати в садовых центрах тоже можно что-то найти понятно что разводим по инструкции помним вместе мы используем топаз то с другими препаратами мы вы никак не смешиваем потому что пожжем листья вот это вот такое предупреждение все остальное сколько мы не обрабатывали смешивали все было хорошо но вот с топазом можно все пожечь поэтому не рискуем лучше обработаем в два этапа например что-то обработаем утром что-то вечером либо что-то одним утром другим препаратом на следующий день ну и вот к тому же ордану я добавлю как и прошлый раз микроэлементы косил и все это опрыскивать и будем обрабатывать ну в общем то на сегодня вот такое вот мое коротенькое видео подошло к концу спасибо вам за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока